Я вас всех здесь приветствую, и я очень рад быть на этой стороне от, скажем так, первого ряда. Где-то примерно больше даже 10 лет назад я примерно как вы сидел на той стороне и пытался понять, что же объясняли на этой гигантской доске, и переписывая все в тетрадку, потом все это уча бессонными ночами. А теперь мне приятно выступать в роли лектора и рассказывать вам какие-то подобные вещи, ну или может быть какие-то немного другие вещи, неважно. Меня зовут Эдар Мусаев, вам уже сказали об этом, и я сегодня хотел бы вам рассказать о физике высоких энергий, и о том, то есть о физике частиц, элементарных частиц, о самых малых масштабах нашей Вселенной, и о том, как работает теория струн на этих малых масштабах, вообще какую роль играет теория, называемая теорией струн во всей этой деятельности. В текстах пирамид говорится, что небо это богиня Нут, которая склонилась над нами, и вообще здесь она женщина, но она может быть еще и коровой. Под ней земля это бог Геб, который является ее мужем и по совместительству братом, а посередине воздух, который олицетворяет бог Шу, который является сыном богини Нут. А по небу плывет бог Ра в лодке, это бог Солнца. Вот такая картина мира существовала примерно 5000 лет назад в Древнем Египте, и, как можно заметить, картина мира не самая детализированная и не самая, наверное, полезная в практической деятельности. После человек начал пытаться делать картину мира более рациональной, более детализированной, и появилась греческая философия, в которой люди начали думать, из чего все-таки состоит этот мир, из чего состоит вещество, из чего состоим мы с вами, и небо, и земля, и вообще разные они или нет. Так вот, Аристотель говорил, что мир состоит из пяти стихий, Платон говорил, что мир состоит из всех веществ, состоит из таких вот геометрических фигур, причем у него была очень интересная идея. А вот этот тетраэдер, это соответствовало огню, и соответствовало именно потому, что у тетраэдера острые углы, и они колются, и поэтому огонь сжется. Октаэдер соответствовал воде. По его представлениям, октаэдеры так устроены, что они друг относительно друга скользят, и поэтому вода течет. Не особенно ясно, почему вода не колется, потому что углы здесь такие же, как у октаэдера. Ну, это на совести Платона. Демокрит сказал, что все состоит из атомов. И как мы видим, у каждого было свое мнение, и в какой степени это каждое из этих мнений обосновано, не очень понятно, потому что в то время науки еще не существовала, существовала философия. В 17 веке появилось понятие науки, которое появилось с приходом на арену Галилея с его экспериментами, и на основе экспериментов Галилея Ньютон, Лейбниц, Гук, Гюггенс и другие великие ученые в 17 веке, создали классическую механику. Понятие сил, понятие скоростей и так далее. Самое интересное, Ньютон создал теорию всемирного тяготения и сказал, что небо это то же самое, что Земля. Что Луна это не кусок сыра, это не эфир, это такой же камень, по которому мы ходим, он подчиняется тем же самым законам, которым подчиняются мы, которые ходим по Земле. Следующий, кто в дальнейшем начал объединять взаимодействия, был Максвелл и Пуанкаре, которые объединили электрическое и магнитное взаимодействие, ну Максвелл объединил электрическое и магнитное взаимодействие в единое электромагнитное взаимодействие концепцию поля. И эту концепцию поля дальше развивали Пуанкаре, Эйнштейн, и все это закончилось, известные вам теории относительности. Ну или, может быть, не очень известные, но наслышанные вы о них должны быть. И ввели понятие искривления пространства. Это на состояние 19 века, конца 19 века, начала 20 века. Что же мы знаем о взаимодействиях сейчас? Сейчас мы можем с уверенностью утверждать, что все взаимодействия, точнее все явления, которые мы можем наблюдать вокруг нас, они все основаны на четырех взаимодействиях. Это электромагнитное, слабое, сильное и гравитационное. Электромагнитное взаимодействие отвечает за химические явления, все любые химические реакции, это всегда электромагнитное взаимодействие, или за электричество, молния, все что угодно, батарейки в смартфонах, свет. Это все электромагнитные взаимодействия. Слабое взаимодействие отвечает за радиоактивный распад, который проявляется либо в ядерной бомбе, например, либо в ядерном реакторе, в зависимости от того, насколько мы контролируем этот процесс. Сильное взаимодействие отвечает за удержание кварков внутри протона-нетрона или протонов-нетрона внутри ядра. Гравитационное взаимодействие отвечает за взаимодействие между массивными телами, между массами, то есть притягиваются массы. В электромагнитном взаимодействии притягиваются заряды, в гравитационном массы. Что интересно в этих взаимодействиях, это то, что вот эти два, которые объединены, зеленая рамка, электрическая электромагнитная слабая, объединены в одно. Все за это дали Нобелевскую премию, примерно в 70-х, по-моему, годах были эти работы, когда Вайнберг, Салам, Глэшоу объединили два взаимодействия в едино-электрослаб. То есть на больших энергиях, порядка сотни ТЭФ пусть будет, вот эти взаимодействия, они неотличимы друг от друга. Примерно как вода в тройной точке, она превращается в такое состояние, где мы не можем отличить ее от газа, от пары или от льда. Это одно состояние. Изменяя температуру, можно получить лед, воду и так далее. А здесь, изменяя температуру, можно получить электромагнитное или слабое. А вместе они электрослабые. В черной рамке взаимодействия не объединены. То есть это сильные взаимодействия, пока неизвестно, как получить такую же красивую картину, как с электрослабым взаимодействием. Оно как бы стоит отдельно, но тем не менее они объединены в одну рамку, потому что это все три квантовые взаимодействия. Мы знаем, что наша природа, наш физический мир вокруг нас Обязан подчиняться, точнее подчиняется квантовым законам То есть мы обязаны использовать квантовые законы, квантовую механику, квантовую физику Для того, чтобы описать взаимодействие вокруг нас И вот с этими тремя взаимодействиями это получается, с этим это не получается Квантовая гравитация не построена Проблема в том, что если мы возьмем вот этот метод, который мы строили Квантовые взаимодействия здесь, попытаемся применить гравитацию, то получим нонсенс Получим какие-то бесконечные вероятности, расходимости и всякую ерунду С ерундой жить нельзя, поэтому пытаются люди построить какую-то более вменяемую теорию квантовой гравитации Возможно, она будет построена на основе теории струн Точнее, уже сейчас известно, что теория струн дает нам какое-то вменяемое понимание квантовой гравитации И вот сегодня я попытаюсь в какой-то мере, понятно или не очень, объяснить Во-первых, какая проблема с квантовой гравитацией И во-вторых, как ее теория струн решает Ну и в-третьих, какие следствия из теории струн, как ее можно вообще применять И почему я хочу, чтобы вы ее у меня купили Но перед этим интересно посмотреть, какие вообще инструменты люди использовали Для того, чтобы вот эту всю картину мира, которую я вам пересказал, получить Это гигантское количество различных инструментов В том числе вот такие штуки, которые использовали совсем давно Или вот такие штуки, как на картинке, которые используются совсем сейчас Или в ближайшем будущем, как, например, нейтринные телескопы Вот в качестве примера у меня вот здесь на картинке гамма-телескоп Который ловит гамма-лучи, высокоэнергетические фотоны из космоса И позволяет изучать какие-то катастрофические процессы в глубоком дальнего космоса То есть наблюдать Вселенную не в оптическом диапазоне, а в гамма-диапазоне Или вот, например, на Байкале в озеро опускают такие длинные бусы На которых нанизаны детекторы оптические, они там висят И ловят нейтрино Точнее, они ловят излучение черенковское от нейтрино, которое прилетает в толще этого озера И вот эти самые бусы, называется это телескоп Дубна, нейтрино-телескоп Он, насколько я знаю, еще не запущен в строй, но он уже строится Они позволяют наблюдать Вселенную, мир не в оптическом диапазоне, а в нейтрино То есть представьте, ваш глаз ловит не фотоны, а нейтрино Тяжело представить, но тем не менее Вот удивительный такой инструмент есть Другой удивительный инструмент, благодаря которому случилось недавнее открытие Очень такое нашумевшее Это интерферометр Лига Он смог пронаблюдать впервые гравитационные волны Какой это был, по-моему, в прошлом году, да? В прошлом году Впервые пронаблюдали гравитационные волны Это удивительно Спустя практически 100 лет после предсказания гравитационных волн Никто их не мог обнаружить Электромагнитные волны обнаружили сразу практически А гравитационные волны 100 лет пришлось ждать, потому что это очень слабый эффект И чтобы его обнаружить, пришлось строить такие длиннющие детекторы Которые там, порядка километра у них база И это очень все тяжело Но, тем не менее, люди смогли увидеть Смогли увидеть гравитационные волны от слияния двух черных дыр Это само по себе тоже уже интересно Две черные дыры вращаются, сливаются, излучают гравитационные волны, и мы это видим Мы можем видеть теперь вот это вот открытие Открывает новую эру в астрономии, которую можно назвать гравитационная астрономия Мы можем наблюдать не в физическом диапазоне, а в гравитационных волнах Здорово! Это что касается наблюдений дальнего космоса Но мы можем то же самое делать на лабораторном столе Как вот катушка стоит на лабораторном столе Также на лабораторной Швейцарии и Франции стоит ускоритель LHC Внутри которого летят протон и протон И они вместе соударяются Какие-то реакции происходят Ядерные внутри, между этими частицами И изучая процессы распада этих частиц, мы можем понять Как они друг с другом взаимодействуют И вот, например, тоже недавнее открытие 12-го, по-моему, года Что обнаружили на большом адронном коллайдере Частицу Хиггса Это та самая частица, которая дает массу электронам, мионам Кто там еще есть? Тауэлектонам и так далее В принципе, кваркам тоже, но это очень малая доля массы кварка Вот такие вот инструменты используют люди для того, чтобы наблюдать Вселенную Какие же частицы понаблюдали? Какие частицы имеем в настоящий момент в распоряжении? Всего их получается 17 штук Если считать по этой таблице Вот у нас в первой части 6 кварков Различных кварков, из которых можно собирать протоны, нейтроны Каппа, мезоны, различные гипероны и прочие Резонансы сильные Здесь у нас лептоны Так называемые из них три массивные Электрон, мион и тау И три тоже массивные, но их масса гораздо меньше Это нейтрино, электронная, мионная, тау-лептонная Вот эти красные – это частицы, отвечающие за взаимодействие То есть глюон отвечает за сильные взаимодействия Это те самые пружины, которые связывают два кварка Фотон – это просто свет Вон из ламочки фотона летят один с другим Z-бозон, W-бозон – это слабое взаимодействие И, наконец, есть бозон Хиггса, который отвечает за массу Который в некотором смысле вокруг частицы Налепляются бозоны Хиггса и образуют такой ком И она из-за этого движется медленнее То есть у нее как бы появляется масса Так можно представить себе, когда звезда Какая-нибудь великого, высокого уровня Заходит в комнату, наполненную фанатами Ей очень тяжело дойти до противоположного конца комнаты Потому что она начинает очень интенсивно Взаимодействовать с фанатами Каждому надо подписать, каждому надо что-нибудь сказать Или сказать, что я не буду подписывать и так далее Вот примерно так Ну и еще есть гравитационное взаимодействие И гравитационные волны Гравитон еще не обнаружили, строго говоря Но вообще говоря, гравитационные волны должны соответствовать гравитону То есть после обнаружения гравитационных волн Можно считать, что да, мы обнаружили гравитоны Можно сюда еще гравитон засунуть Вот как видите, у нас 17 частиц Но чтобы построить аудиторию, которую мы видим вокруг нас Вас, стол, меня Нужны вот эти два И электрон И фотон Ну давайте не будем взаимодействовать Вот эти три частицы только нужны, чтобы построить нас всех Из кварков У и Д я строю протонные нейтроны И наматываю электроны на это ядро Все Возникает вопрос, а для чего нужны остальные? Это не очень ясно В том смысле Понятно, как они взаимодействуют Понятно, как они влияют на эволюцию Вселенной Но непонятно, почему они именно такие Почему их именно столько? Почему у них массы такие? Почему у них заряды такие? Спины и так далее Почему их не может быть больше, например, или меньше? Совершенно точно понятно, что нейтрин только три Но вдруг там может быть еще одно нейтрин, который мы не видим Который взимодится как-то по-другому совсем Так что это не ломает наши эксперименты На такого сорта вопросы теория, называемая стандартной модель, ответить не может И предполагается, что теория под названием теория струн ответить на такие вопросы сможет И я вам расскажу о том, как она, скорее всего, отвечает на этот вопрос Но это тоже не такая простая задача ответить Если мы будем включать суперсимметрию Дополнительная симметрия между частицами, которая требует существования для каждой частицы Дополнительного суперпартнера, так называемого Для электрона, с электрон, для кварка, с кварк Очень простая схема, да? Тогда количество частиц увеличивается во много раз И число параметров стандартной модели получается примерно 100 Перед нами пульт Вселенной, на которой много ручек И на каждой ручке написано масса электрона, масса протона И их нужно поставить строго в определенное положение все Чтобы наша Вселенная эволюционировала Это вопрос, кто их поставил в это положение? Почему они стоят в это положение? И можно ли найти такую теорию, в которой будет только одна ручка И которая сама встает в нужное положение? Ну или хотя бы, чтобы ее никто не трогал, можно ее просто поставить в одном положении Ну и предполагается, опять же, наша теория струн будет это делать Давайте посмотрим сначала на стандартную модель Вот стандартная модель, это такая гигантская формула Она здесь не полностью, она вот здоровенная такая портянка с надписями В которой все закодировано, как там электроны взаимодействуют Как глюоны взаимодействуют Вот первый член, например, это глюоном соответствует Можно поискать еще для Вот для Хиггса есть член И так далее Они там все есть Ну видно, что это не самая простая теория Но, тем не менее, она сознательно, человек написал ее именно в таком виде За ней стоящие принципы, они более простые И эта теория на самом деле хорошая, несмотря на то, что она такая длинная очень И она описывает электрослабое взаимодействие Она описывает амплитуду рассеяния частиц с гигантской точностью Например, вот эта модель предсказывает аномальный магнитный момент электрона До 12-го, по-моему, знака после запятой Какая-то совершенно невообразимая гигантская точность С которой мы можем проверять эти самые взаимодействия на наших ускорителях Также она предсказала бозон Хиггса То есть чтобы стандартная модель работала согласно тем самым принципам, которые в нее заложены Совершенно необходим был бозон Хиггса Это было понятно примерно в 1970-80-х годов, а то и раньше Что бозон Хиггс там должен быть И вот все это время их искали, в 12-м году его нашли И настолько это было ожидаемо, что люди даже не особенно удивились После того, как люди говорили, что да, бозон Хиггса нашли Сначала, а, да, 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 ну, в принципе, да Ожидаемо было, что он там есть Ну, там предназначенную премию дали и так далее Но у этой теории есть и проблемы Во-первых, она не содержит гравитации, не существует квантовой гравитации Есть какие-то технические проблемы, например, что она не описывает термодинамику черных дыр Про это мы будем рассказывать Так как там нет гравитации, то очевидно, что она не может описывать черные дыры Она не включает темную материю Это уже очень важная проблема, потому что мы знаем, что вещество в виде темной материи в нашей Вселенной В 5 раз больше, чем того вещества, которое мы видим Это звезд, планет Его в 5 раз больше, но, тем не менее, мы понятия не имеем, что это такое В секунду в этой комнате огромное количество частиц темной материи Они все проходят через нас И мы, опять же, понятия не имеем, кто это такие Нейтрино тоже много, но мы знаем, кто они такие Они нейтрино, а темной материи нет И эта штука не включает в себя темную материю, это проблема Она также не может описать темную энергию, не может описать момент большого взрыва Потому что момент большого взрыва плотности и температуры настолько высокие, что нам одновременно нужна гравитация и квантовая физика Как так нет квантовой гравитации, то мы не можем использовать эту теорию Ну и там дальше есть какие-то технические проблемы, типа иерархии масс Почему масс именно так выстроены В определенном смысле, можно так сказать, по эту проблему Эта проблема тоже не решается в рамках этой модели, обычной стандартной модели Отсюда из всего этого можно сделать простой вывод Нам необходимо фундаментальное, непротиворечивое описание мира Которого, по всей видимости, пока еще у нас нет И, возможно, теория струн Теория струн – это наиболее проработанный кандидат на такое непротиворечивое описание Каким же должно быть это описание? Во-первых, оно должно быть квантовым Как я уже сказал, так выходит из эксперимента следует, что все наши теории должны быть квантовыми Давайте посмотрим, в чем вообще разница, что такое вообще квантовый Иногда люди говорят, что есть квантовые частицы и классические частицы Это неправда, так нельзя говорить Вокруг все квантовое Все частицы, все объекты, они все квантовые Они обязаны быть описаны при помощи квантовой механики Но вопрос в том, насколько это стоит того Если в некоторых условиях частицы, даже квантовые, они могут быть описаны классическим способом И вот в чем разница между классическим описанием и квантовым описанием? Разница очень выпукло видна на вот таком замечательном эксперименте Называется эксперимент с двумя щелями Вот у меня есть экран, вот он В нем две щели прорезаны И я пускаю поток частиц на эти две щели И смотрю, что будет на экране за вот этим щитом с двумя щелями Ну, очевидно, если это обычные частицы, типа песок или пули То за этим экраном будет просто два таких следа от каждой щели Каждая частица пролетает через свою дырку и попадает в совершенно определенное место на экране Это частицы Если я буду пускать волны, то эти волны будут как-то дефрагировать на этих щелях И на экране будет дефракционная картина в виде таких вот полос Потому что каждая волна проходит через оба отверстия одновременно И потом как-то взаимодействуют эти два волновых фронта Это классическое описание поведения частиц и классическое описание поведения волн Что такое квантовая частица? Квантовая частица ведет себя либо так, либо это, в зависимости от того, что вы с ней делаете Если мы будем пускать уже реальный электрон, просто в реальном эксперименте Через такую вот щель, то он будет вести себя вот так вот То есть даже если мы будем пускать их по одному в час Каждый электрон, пролетающий через какую-то щель, будет оставлять какой-то след на экране Будем ждать долго, каждый электрон будет оставлять одну точку И в какой-то момент мы уже будем видеть все четче и четче вот такую вот картину Что каждый электрон, оставляя какую-то точку, тем не менее, интерферирует Но электрон пролетел всего лишь один Но мы знаем, что интерференция должна быть между двумя какими-то пучками Она не может быть... То есть получается в некотором смысле, что электрон интерферировал сам собой и пролетев через две щели Ладно, замечательно Нельзя допускать такое безобразие Надо посмотреть все-таки через какую щель он пролетел Давайте смотреть Если мы будем смотреть через какую щель пролетел электрон То картина будет вот такая Но доказывается, что электрон не так прост Если за ним следить, он будет вести себя классическим образом Если за ним не следить, он будет вести себя как частица Корпуского стандартного ньютоновского Если за ним не следить, он будет вести себя как волна В упрощении таком Это означает, что нельзя такие объекты, как электрон, описывать ни как частицу, ни как волну Для их описания нужен какой-то другой объект. Если другой объект есть, этот объект называется квантованное поле. И вот замечательная аналогия, мне она очень нравится. Если мы посмотрим на цилиндр, назовем, пусть это будет наш объект квантованное поле, то зависит от того, как мы на него смотрим, это будет либо круг, либо квадрат. Но при этом сам объект не является ни кругом, ни квадратом. То есть это некий новый уровень абстракции, который нужно учитывать. И вот такая вещь называется корпускулярно-волновой дуализм. Когда частица имеет право в себе хоть так, хоть эдак, а чтобы все это описать, нам нужно использовать квантованную механику. Теоретически описание квантованное механическое базируется на такой формуле, которая называется соотношение неопределенности Гизенберга. Она нам говорит следующее, что я не могу точно одновременно измерить, какие две определенные величины связаны. Вот, например, в классической механике я могу точно измерить, какая у частица скорость и точно измерить, какая у нее координата. В квантовой механике я могу точно измерить, какая у частица скорость, но тогда я не буду иметь никакого понятия о том, где она находится. Такой вот странный факт. Или, например, я могу измерить точно, где она находится, тогда я не буду совершенно иметь никакого понятия о том, где она окажется в следующий момент, потому что я не знаю ее скорости. Она может быть равна, не знаю, 200 тысяч кадров в секунду, а может быть равна нулю. Либо я могу и то, и другое измерить с какой-то такой точностью не очень большой. Вот, точность измерения импульса, точность измерения координаты должна быть больше определенной величины, называемой постоянной планкой. Либо я могу то же самое говорить про энергию и время. Чтобы измерить энергию точно, мне нужно бесконечное время. Я могу измерить энергию не очень точно, но при этом потратить не очень много времени. Или могу измерить очень быстро, но там вообще-то точно не будет никакой. Вот это последнее соотношение с энергией, оно открывает очень интересные возможности. Все вы знаете закон сохранения энергии, но получается, что если я знаю на определенных промежутках времени я знаю энергию только с определенной точностью, это значит, что я могу нарушать закон сохранения энергии вот с этой самой точностью на этих самых промежутках времени. То есть две частицы, частицы и античастицы, могут родиться из вакуума, заняв как бы вот эту вот дельта Е. Но тогда через время не большее, чем дельта Т, они должны аннигилировать. То есть они не могут жить больше, чем обратная вот эта энергия. И чем больше у них энергии, тем быстрее они должны аннигилировать. И такие процессы должны происходить в любой точке пространства. Должны рождаться вот эти виртуальные пары. Рождаться, уничтожаться очень быстро. Такое вот пространство, наполненное виртуальными парами, называется физический вакуум. Тишит этими парами, они рождаются, уничтожаются. Можно было бы подумать, что это какой-то странный эффект, который, скорее всего, не может существовать в реальности. И, возможно, как вообще его измерить, если они так быстро исчезают? Но, оказывается, во-первых, его можно измерить, а во-вторых, его необходимо учитывать в технике. То есть есть такой эффект, называемый эффект Казимира. Это Хендрик Казимир. Это фамилия Казимир. Хендрик Казимир рассмотрел такую систему. Две пластины из проводящего или не проводящего материала, совершенно неважно, они не заряжены, они никак друг друга не притягиваются никакими другими способами, кроме как, которые я сейчас расскажу. Две пластины. Справа и слева от этой системы, из двух пластин, они очень близко, пространство никак не меняется. И поэтому виртуальные пары ведут себя там ровно так же, как они вели себя и до этого в отсутствие пластин. Но между пластинами пространство другое, потому что у него существуют эти границы. И тогда виртуальные пары между пластинами рождаются по-другому. Их там рождается меньше. Это можно показать, что их там рождается меньше. И так как их там меньше, то давление виртуальных пар снаружи на эти пластины будет больше, чем изнутри. Они будут пытаться схлопнуться. То есть будет возникать какая-то сила, называемая сила Казимира, которая будет эти пластины пытаться друг друга притянуть. И эту силу люди учитывают при конструировании нано-машин. А сила очень маленькая, нужно очень близко друг к другу пластины расположить. И именно такая ситуация происходит в нано-машинах. Там такие движущиеся части. И чтобы эти части двигались без помех, нужно учитывать в жесткости конструкции, учитывать, что на них будет действовать дополнительная сила Казимира. Иначе они просто слипнутся и не будут никак ходить. Отсюда из этого простого примера можно сделать вывод, что геометрия пространства, если мы что-то сделаем с геометрией пространства, она нам влияет на нашу квантовую теорию, на структуру вакуума. Другой очевидный способ испортить геометрию пространства сунут в нее черную дыру. У черной дыры есть горизонт, внутрь, который мы попасть не можем. Внутрь, который попасть мы можем, но изнутри уже выбраться не можем. И вот из-за наличия этого горизонта возникает такое явление, как излучение Хокинга. Представьте, горизонт, недалеко от горизонта рождается виртуальная пара, одна пара падает внутрь, другая пара летит наружу. Одна частица из этой пары падает внутрь, другая часть из этой пары летит наружу. И для далекого наблюдателя, который висит на бесконечной частице от черной дыры, ему кажется, что от нее летит какое-то излучение. Вот это излучение называется излучение Хокинга. Вот эти красные штучки, это излучение Хокинга. Интересная характеристика этого излучения – то, что оно тепловое. Черная дыра излучает тепловое излучение, как нагретый кусок камня. Причем буквально, даже лучше, чем кусок камня, потому что оно излучает как абсолютно черное тело. Есть такое понятие термодинамики – абсолютно черное тело. И температура этого излучения обратно пропорциональной массе. Понятно, так как масса черных дыр обычно очень большая, то температура такого излучения будет очень маленькая. Ну и примерно порядка десятков Кельвин, не такой большой. Но чем масса меньше, тем температура излучения будет выше, и интенсивность излучения будет выше. С этим связан парадокс. Парадокс состоит в следующем. Если у нас есть энтропия, то если у нас есть термодинамика, в которой мы описываем вот эти тепловые процессы, она нам говорит следующее. Если у тела есть температура, то эта температура связана с какой-то энтропией. А энтропия – это такая величина, которая характеризует систему, состоящая из большого числа частиц, или из большого числа компонент. Об этом будем говорить подробнее. Но в черной дыре только одна компонент – это черная дыра. Это когда вопрос, что значит температура вот этой штуки? Ее нельзя нагреть. Мы знаем, что камень нагрет, потому что там молекулы начинают сильнее колебаться. В черной дыре нечему колебаться – это сингулярность, вокруг нее горизонт. И этот вопрос стоит, и он открыт до сих пор. И вот мы подробнее про него поговорим. Как возможно его, во-первых, как формулируется точнее этот парадокс, и во-вторых, как его можно разрешить в рамках теории струн – один из способов. А пока посмотрим на геометрию самого пространства. До этого мы портили геометрию, засовывая в них плоскости или черные дыры. А теперь посмотрим на геометрию самого пространства. Попробуем применить способ, вот эту концепцию квантования, принцип неопределенности Гейзенберга, к самому пространству. Напомню, что принцип неопределенности Гейзенберга говорит, что я не могу точно измерить какую-то координату и скорость изменения этой координаты. В применении к пространству можно сказать, что я не могу точно измерить кривизну в точке и скорость изменения этой кривизны. И это приводит к такой картине на очень малых расстояниях, что если мы будем увеличивать разрешение наших микроскопов в каком-то абстрактном смысле, то на очень малых масштабах геометрия ведет себя безобразным образом. Там появляются дырки, какие-то пики такие, каспы, я не знаю, ручки и прочее. То есть это перестает быть такой аренной плоской или немножко искреленной, гладкой ареной действия наших взаимодействий. Это становится бурлящим непонятным потоком кривизм и различных дефектов. И в чем же проблема? Проблема в следующем. Если я рассмотрю распад частиц, например, вот у меня летела частица, пусть у меня эта ось времени будет, летела частица, и вот в какой-то момент времени она распалась на две. И оказывается, если вот эта точка распада, где эта частица распадается, попадает на один из этих дефектов, то теория рушится. Но этому есть какие-то технические причины, это, наверное, не так очевидно, и это вообще не очевидно, но это вот такой факт, что когда точка попадает на какую-то особенность, то такая теория не может работать. Решение этой проблемы оказывается довольно концептуальным, то есть приходится полностью переработать концепцию физики элементарных частиц. И вместо точечных объектов, ну понятно, если у нас здесь точка, давайте рассматриваем вместо точечных объектов объекты протяженные, например, струну. Вот у меня струна летит, вот она, значит, в какое-то момент времени такая вот, такой резинка такая, потом она со временем летит, и постепенно начинает так сжиматься и раздваиваться на две штуки, получая такие вот штаны. Вот в этом месте она развалилась на две. Радость от такой конструкции, точнее вот ее преимущество, состоит в том, что точка конкретной, где вот они соединяются, зависит от того, как вы проведете плоскость. Вот эта плоскость, она иллюстрирует плоскость наблюдения. Здесь, независимо, как вы ее проведете, она всегда будет проходить через одну точку. А здесь точка, где распадаются, как пространственно-временная точка, где распадаются струны конкретно, она зависит от этой плоскости. И поэтому она в неком смысле размыта, и такая струна не видит все вот эти вот особенности на пространстве, она их сглаживает. И вот именно поэтому в теории струн взаимодействия могут быть совместимы с квантовой гравитацией. До этого мы просто взяли и проквантовали гравитацию, стандартным образом получили ерунду, и увидели, что физические частицы на таком пространстве существовать не могут. А здесь же мы взяли вместо точных частиц струны, и увидели, что струна может спокойно жить на таком пространстве, и все отлично. Но тогда вопрос возникает, но мы же все-таки видим частицы. Что же такое тогда частицы в такой теории? Ответ на этот вопрос очень интересный, наверное, больше половины из вас знают. Оказывается, каждый отдельный способ колебания струны можно сопоставить какую-то частицу. То есть те, кто на гитаре играл, знают, что если я возьму струну, вот она натянута меня на гитаре, я могу ее открытую струну дернуть, могу взять флажолет на разных ладах, пятый, седьмой, девятый, двенадцатый, и каждый этот флажолет будет звучать по-разному. Но сама струна не изменилась. Изменились только способы колебания. И вот здесь буквально ровно та же самая ситуация. Струна, каждая отдельная струна, может колебаться разным образом. И разные способы колебания струны дают разные частицы. Как это понимать? Допустим, давайте струна, колеблющаяся так, пусть у меня будет электрон, струна, колеблющаяся так, пусть у меня будет позитрон, а этот пусть будет фотон. Тогда дело стоит следующим образом. Я вот этот кусок штанины заставляю колебаться так, этот кусок штанины заставляю колебаться так. Теперь время пусть смотрит вниз. Со временем они летят друг навстречу друга, и просто рассчитывая соответствующие какие-то математические вычисления производя, я убеждаюсь, что вот этот кусок штанины после того, как эти соединились, колеблются ровно вот так, ровно как фотон. И я говорю, ага, действительно, электрон и позитрон, соединявшись вместе, дают мне фотон. И это ровно то, что я вижу на эксперименте. И получается, что одна теория, в которой нет никаких частиц вообще, есть только струна, там есть открытая или замкнутая струна, в виде колечка или в виде просто линии. Она описывает все частицы вообще. И в зависимости от того, как они колеблются, соответствующие колебания будут иметь разную массу, разный спин, разную четность, все что угодно. То есть такая теория, в принципе, способна ответить на вопрос, почему массы такие, почему спины такие. Так люди думали в 80-х годах примерно. Оказалось, что все не так просто. Давайте сначала поговорим о том, какие преимущества и какие недостатки у этой струны, а потом я скажу, почему это все не так просто. Первое преимущество, очевидно, что единое описание всех частиц и их взаимодействий, как я уже описал. Второе преимущество, что теория струн совместима с квантовой гравитацией. И более того, одно из этих колебаний, про которые мы говорили, одно из этих колебаний соответствует гравитону. То есть частица со спином 2 безмассовая, которая переносит взаимодействие гравитации. Вообще замечательно. Дальше она дает нам какие-то варианты решения космологической проблемы. То есть она имеет какие-то кандидаты на темную материю, космологическую постоянную и так далее. Она может все это описывать. Можно ее экспериментально проверить. Либо косвенно, либо прямо. Прямо не получается пока, потому что энергии большие нужны. Но косвенно, например, можно поискать суперсимметрию на Большом адронном коллайдере, на линейном коллайдере, которого еще нет, но который построит в сейсмоопасном регионе в Японии, скорее всего. Суперсимметрия, она совершенно необходима для существования, для формулирования суперсимметрии. И если суперсимметрия необходима для формулирования теории струн, если суперсимметрию все-таки обнаружили, то с большой вероятностью все-таки струны, скорее всего, должны описывать мир. Кроме того, она может описывать кварт-голионную плазму, это я тоже более подробно скажу, рождение черных дыр в коллайдерах. Помню, когда большой адреновый коллайдер запускали, кто-то где-то услышал, что в таких коллайдерах могут рождаться черные дыры. Но черная дыра это что-то страшное, опасное, которое в себя все засасывает, как пылесос. Все так говорили друг другу. И все боялись, что сейчас черная дыра выскочит из коллайдера и всех засосет. Потом, правда, выяснилось, что оказывается, что чтобы черная дыра родилась, нужно, во-первых, дополнительное измерение, нужно, чтобы гравитация вела себя совершенно определенным образом на малых расстояниях, да и вообще, если они рождаются, они распадаются сразу же. Но осадок, как говорится, осталось, люди до сих пор боятся, что черные дыры в коллайдерах рождаются. Но вот если мы увидим рождение черной дыры на коллайдере, но это означает, что мы увидим определенные сигналы от этой распавшейся черной дыры, то с большой вероятностью теория струн опять же работает. По крайней мере, она может описывать подобные вещи. Ну и это очень связанный феномен изменения гравитации на малых масштабах. Ну или какие-то космологические следствия в виде вот этой темной энергии, темной материи, каких-то моделей большого взрыва, все это она умеет делать. Но недостатки. Самое интересное. Во-первых, теория сложна математически, то есть нужен какой-то очень сложный математический аппарат, чтобы описывать вот это вот все. Во-вторых, тяжело проверить экспериментально, большинство этих экспериментальных проверок это какие-то следствия, какие-то косвенные проверки, непрямые. Чтобы прямые сделать, нужно очень большие энергии. И самый такой легко понимание недостаток, который на самом деле является преимуществом, это что теория струн формулируется только в 10 или 11 измерениях, в зависимости от того, что вы хотите. А мы же ее в четырех. То есть это время, вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. Три и плюс время. Как с этим бороться, что она формулируется в 10 измерениях? В начале 20 века, в 19-м году, Теодор Калуцца предложил объединить теорию электромагнетизма и теорию гравитации очень элегантным способом. Он сказал, давайте рассмотрим обычную Эйнштейновскую теорию гравитации в 5 измерениях. И вот это дополнительное измерение в яком смысле выкинем каким-нибудь образом. Тогда результирующая теория в 4 измерениях будет давать нам буквально теорию Максвелла электромагнитную и обычную 4-мерную теорию гравитации. По каким-то причинам это не работало, но неважно. Главный вопрос был в том, что делать с 5 измерением? Что значит, каким-то образом мы ее выкинем? И вот в 1926 году Оскар Клейн сказал, а давайте пусть это измерение будет очень маленьким, компактным. Ну какая здесь идея? Довольно простая. Возьмем лист бумаги, у него есть два измерения, высота и ширина, и начнем его закручивать в такой цилиндр. И вот это дополнительное измерение, которое здесь было таким вот длинным, бесконечным, оно стало здесь таким вот в виде кружочка конечного радиуса, конечной длины, периметр 2πr у него. И уменьшая его радиус, я добиваюсь того, чтобы вот этот цилиндр, у которого я вижу дополнительный кружок, стал линией, у которой я дополнительный кружок не вижу. Но он там есть. Он там есть, очень маленький, но у меня просто чувствительности моих инструментов, моих пальцев не хватает, чтобы его почувствовать. Если взять маленького человечка с маленькими пальчиками, он сможет это маленькое дополнительное измерение почувствовать. Ну или там муравья пустить, он начнет ходить по нему и видеть. Вот такая же примерно идея. Но большие эксперименты... То есть он сказал буквально следующее. Пусть 5-е измерение будет настолько маленьким, что пока мы его не видим. Что пока у нас экспериментального точности не хватает, чтобы его увидеть. И эта идея сработала. И с тех пор такая теория называется сегорика Луста-Клайна, когда мы просто берем какую-то D-мерную теорию и из них какую-то часть этих измерений выбрасываем при помощи такого трюка. Например, можно взять 4-мерное пространство. Можно, во-первых, заметить, что вот эта цилиндра представляет из себя прямую, на которую нанизаны окружности. В каждой точке прямой окружности. То есть у меня 2-мерное пространство, которое представляет из себя 1-мерное пространство и плюс еще 1-мерное пространство в виде окружности. Я могу представить из себя 2-мерное пространство и еще одно 2-мерное пространство в каждой точке этого 2-мерного плоского сидит в виде сферы. То есть вот это вот компактифицированное 4-мерное пространство, большая часть которого представляет из себя плоскость, а компактная часть которого представляет из себя сферы. Ну и опять же, если объект очень маленький, например, струна, она может колебаться вот здесь вот, как в обычном плоском пространстве, а может залезать вот сюда в сферы. То есть мы большие, мы эти сферы не видим, а струна маленькая, она их видит, она туда залезает. И основной трюк здесь состоит в том, что я могу вместо сферы взять бублик Тор, могу взять крендель, что угодно, калабиял, если это более многомерное пространство. То есть я могу менять геометрию от внутреннего пространства, и в зависимости от того, какая там геометрия, струна колеблется разным способом. Это понять легко на такой аналогии в виде Валторны. У нее, в зависимости от того, какие вы нажимаете кнопочки здесь, рычажки, разные трубы включаются в работу. И в зависимости от того, какая конфигурация у этих труб, столб воздуха внутри Валторны колеблется разным способом. То есть в зависимости от геометрии пространства, внутри которого находится воздух, ноты, которые мы получаем, они разные. Ну и здесь то же самое, в зависимости от геометрии, в которой колеблется струна, получаются разные ноты. Но мы знаем, что разные ноты, это разные частицы, разные массы, разные спины. И теперь задача очень простая. Можно просто взять четырехмерное пространство, вот наше десятимерное пространство, вот это наше четырехмерное, в котором мы живем, и вот эти дополнительные шесть выбрать таким образом, чтобы результирующая теория дала нам просто стандартную модель. Электрон, фотон, нейтрино, все. Вот, казалось бы, очень просто, но оказывается, на этом пути есть гигантская сложность. В том числе состоит в том, что число возможных способов это сделать порядка 10 сотой степени. Гигантская величина, можно посадить огромное количество людей, но можно, кстати, в принципе жить. Можно взять большое количество людей, у которых есть соответствующее математическое образование, дать каждому листку бумаги, и пусть они проверяют каждый из них свою геометрию. Значит, взял такую геометрию, проверил, какие там массы получаются. Не получил стандартную модель, ладно, выбрасываем. Взял другую геометрию, смотрит, ну там вроде есть электрон, но у миона массы в 10 раз больше, ну тоже не работает, и так далее. Пока мы не найдем правильную. Ну, как некоторые, наверное, догадались, это совершенно не похоже на то, что я вам пытался сказать до этого. До этого я сказал, ну возьмем теорию, в которой небольшое количество ручек, а в которой одна ручка, в которой мы естественным образом ставим какое-то одно положение, и все у нас работает. Здесь у нас тоже такое же гигантское количество ручек, просто они регулируют не массы и спины, а регулируют геометрию пространств внутренних. То есть из огня до в полное, ничего не получается. И стоит вопрос вообще предсказательной силы теории струн. То есть можно верить, конечно, что да, мы можем найти такую геометрию, которая нам даст стандартная модель, но это опять подбор параметров, это не предсказание. Хотелось бы иметь какой-то способ, который нам сразу же даст нужное компактное пространство. И вот чтобы понять, что это за метод, нужно понять вообще, в чем проблема. Проблема в том, что каждый раз, когда мы выбираем какой-то минимум на этом гигантском ландшафте, вот эта проблема называется проблема ландшафта, в этом гигантском ландшафте из вот этих вот гор, пиков и минимумов, мы выбираем минимум, то есть определенную геометрию, и вокруг этой геометрии начинаем ходить вправо-влево на маленькие шажки и смотреть, что получается. Вот эти отклонения, это в некотором смысле есть наши частицы. То есть массы, какие-то параметры, малые отклонения. И вот оказывается, что в том подходе, который я вам описал, выбор разных минимумов, это буквально сажание себя в какой-то минимум и рассматривание там маленьких колебаний вокруг этого минимума. То есть это теория возмущений, малых возмущений. А чтобы сразу обозреть всю эту равнину, неравнину, весь этот горный массив разных минимумов, нам нужен некий динамический непертурбативный подход, чтобы уметь сразу все это увидеть, уметь выйти за пределы этого минимума, переваливаться через пики и сразу же идти прямо решительно в определенную точку, в которой и лежит наша стандартная модель. Это называется непертурбативный подход, когда вы поднимаетесь за, выходите за рамки теории возмущений. Этот непертурбативный подход есть, он называется М-теория. Вот товарищ Виттон, он американец на самом деле, он в 95-м году выяснил следующую вещь, что оказывается 5 существующих на тот момент теорий струн различных, на самом деле не 5 различных теорий, это просто 5 различных формулировок одной и той же теории, называемой М-теорией. Вот в чем здесь идея? У нас до 95-го года были 5 направлений исследований, они отражались этими названиями теории струн, типа 1, типа 2А, 2Б, гидроотические какие-то струны О32, Е8 на Е8. И разные люди, работая в этих теориях, получали разные результаты, численные или аналитические. И вот оказывается, что вот этот товарищ нашел такие преобразования, которые одни результаты переводят в другие результаты совершенно точно. И вот чтобы перейти из одного результата в другой, нужно пройти через теорию, называемую М-теорией. М-теория это более сложная теория, во-первых, она живет в 11 измерениях, не в 10, во-вторых, она имеет дело не со струнами, а с мембранами, ну и там много что, ну, например, она очень плохо проработана. Единственное, что мы про нее знаем, это про М-теорию, это что при низких энергиях она нам дает 11-мерную супергравитацию. Ну, это, наверное, более-менее все. Ну, там мы знаем, что есть еще там двумерные бараны, пятимерные бараны и все. В сократии теории тяжело работать, но вот люди сейчас, вот это как бы, можно считать одним из главных, одним из основных направлений исследования вот в этой струнной, в этом струнном комьюнити, которое сейчас происходит, это вот изучение М-теории. И, тем не менее, предполагается, что М-теория даст какие-то результаты, но она уже какие-то результаты дает. Вот, и давайте посмотрим, какие результаты получились при совместном использовании вот этой М-теории, для которой, в принципе, даже уравнения движения не написаны. Вот аналог уравнения Ньютона, да? Попробуем понять, какие вообще результаты уже есть при совместном использовании концепции М-теории и вот вычисления, которые мы можем проделать в теории струн. Первое. Это то, с чего мы начали. Информационный парадокс. Напомню, что информационный парадокс состоит в том, что у черной дыры есть температура, есть энтропия, и непонятно, почему у них есть, у нее, у черной дыры, есть эти характеристики. Потому что у черной дыры, если ее рассматривать как какое-то решение уравнения гравитации, такое светискосимметричное, с горизонтом, у черной дыры нет микросостояний. То есть там нет каких-то, какого-то понятия типа распределения по скоростям, распределения по энергиям, Максвелла Больцмана, нет ничего подобного. Чтобы понять это, можно смотреть такой вот объект, созданный из маленьких кусочков. И энтропия такого объекта связана с количеством... Вообще энтропия это количество способов собрать какой-то объект из его составляющих частей. Мы их будем называть микросостояния. Количество способов. Понятно, что чтобы собрать такой шарик из этих частей, количество способов это сделать очень мало. Можно переставить там какие-то две штучки, может быть, внутри там что-нибудь переделать. Не так много. По сравнению с кучей. Вот если я навалю кучу из этих осколков, то способ получить кучу из осколков от гигантской количества, я могу их перемешивать, а если у меня получится ровно такая же куча. Ну, может, немножко отличается, но куча она есть куча. И это означает, что энтропия у кучи, у беспорядка, гораздо выше, чем энтропия у шарика красивого. И все это связано с количеством перестановок вот этих вот кусочков, из которых состоит куча, или из которых состоит шарик. Но черная дыра, как я уже говорил, не состоит из кусочков. И значит, нужно пытаться ее собрать из кусочков. Вот в теории струн, в этом подходе, есть следующая модель, как моделируется черная дыра. Утверждается следующее. Давайте возьмем набор таких мембран, трехмерных, их там много, и расставим их как-нибудь определенным образом. И можно их расставлять разными способами. Вот уже появляются какие-то микросостояния, способы расстановок, и эти мембраны не взаимодействуют друг с другом. А теперь мы будем медленно включать взаимодействие, и в какой-то момент эти мембраны так сильно начнут с другом взаимодействие, что они закрутятся в черную дыру. И каждый раз мы будем получать, независимо от того, как мы их расставили, эти мембраны, мы будем каждый раз получать одну и ту же черную дыру с одной и той же массой, с одним и тем же вращательным моментом, с одним и тем же зарядом. Вот и понятие энтропии. Буквально количество расстановок этих мембран, внутри из которых получаются черные дыры, это и пусть будет наша энтропия. Считаем температуру, получаем буквально ровно температуру, которая пропорциональна обратно пропорциональной массе. Вот такой интересный способ разрешения информационного парадокса. Но тем не менее он не полностью его разрешает, не особенно понятно, что это значит с точки зрения наблюдения, в смысле как это увидеть. Все-таки мы же не видим эти мембраны. Но это вопрос. Но тем не менее, вот такое интересное предложение, как это можно сделать, существует. Давайте рассмотрим другой способ применения теории струн. В этом применении теории струн не выступает в роли теории частиц. То есть здесь она не претендует на то, чтобы описывать стандартную модель. Здесь она выступает в роли математического инструмента. Очень полезного математического инструмента. А применяется она к изучению кварк-глюионной плазмы. Что это кварк-глюионная плазма? Вот допустим, у нас есть два тяжелых иона. Это золото, если я правильно помню, или свинец, неважно. Вот они летят в коллайдере, в Беркли, сталкиваются, они на самом деле шары, но они выглядят плоскими, потому что они летят со скоростью, близко к скорости света. Это Лоренцево сокращение у них. Вот они, значит, столкнулись, как-то взаимодействуют, и на короткий момент времени вот эти атомы, ядра, из которых состоит это, как они называются-то, протоны-нейтроны, из которых создают эти ядра, вот они в виде точек, они высвобождают свои кварки и глюоны, и кварки-глюоны ведут себя как свободные частицы, практически свободные частицы. И вот такое состояние вещества называется кварк-глюонная плазма, которая состоит только из кварков и только из глюонов, в которых они не соединяются в протоны и нейтроны. И что интересно в этой плазме, это то, что она ведет себя как жидкость. Это называют кварк-глюонный суп, и это буквально суп. То есть это жидкость, у нее есть какая-то гидродинамика, у нее есть температура, энтропия. И вопрос, какая у нее температура, какая у нее энтропия. Давайте посчитаем. Хорошо, давайте. Вот, значит, Рик, этот коллайдер, померил, что отношение вязкости этой жидкости к ее энтропии равняется, вот в таких пределах лежит. Теперь мы берем нашу обычную теорию квантовую хромодинамику, которая описывает взаимодействие кварков, пытаемся рассчитать и получаем вот такой ответ. Видно, что соответствие не самое хорошее между экспериментом и теорией. А разгадка в том, что в рамках этого вычисления используется опять этот самый пертурбативный подход в виде теории возмущений. Потому что кварк-глюон взаимодействует друг с другом настолько сильно, что мы можем, что вообще говоря, если они далеко друг от друга, они взаимодействуют очень сильно. А на малых расстояниях приходится использовать теорию возмущений. И вот оказывается, эта теория возмущений, которая используется при расчете вот этого результата, она не дает вменяемый ответ. То есть нужно попытаться, например, сделать численные вычисления или еще какие-то, это можно сделать. А аналитически получить такой ответ, как видите, не получается. Причем здесь теорию струн. Теория струн при том, что в рамках этой теории существует такое явление, называемое голографией. Что такое оптическая голография? Оптическая голография, это когда вы при помощи определенной конструкции из лазеров, интерферирующих бучков лазерных, получается такая пластинка, на первый взгляд, не представляющая собой ничего особенного, но если на нее посвятить опять лазером, то можно увидеть трехмерное изображение, которое на ней закодировано. И она, вот эта вся технология прекрасна тем, что это реально трехмерное изображение. То есть это не как фотография. Вот это два, две вот этих картинки, это одна и та же пластинка, одна и та же пластинка, но сфотографирована под разными углами. И вот видно, что здесь я у мышки затылок не вижу, а здесь вижу. Просто повернул и я посмотрел. Это значит, я закодировал трехмерную информацию в двумерном объекте на единицу размерности меньше. Но эта голография, струнная голография, она еще более точная вещь, в том плане, что если я эту пластинку разверну, я не смогу увидеть спину мышки с другой стороны. Я просто увижу, я не знаю, что я там увижу, наверное, то же самое, или безеркально отображенное. Чтобы увидеть полностью, нужно каким-то образом это специально организовывать. А теория струнг говорит следующее. Если мы возьмем из десяти измерений только пять, остальные пять выкинем, они будут на сферы, это не важно, возьмем только пять. Эти пять измерений мы посадим на определенное пространство, оно называется пространство антидеситера, из свойств которого нам важно только то, что у него есть граница. Какое-то там пространство антидеситера, у него есть граница, оно четырехмерное, в самом проценте пятимерное. И вот утверждается следующее, что теория гравитации, живущая в пятимерном пространстве, полностью эквивалентна, при помощи определенного преобразования, которое существует только в рамках теории струн, полностью эквивалентна теории типа КХД, теории поля, живущей на вот этой границе. Что это означает? Это означает, что я могу что-то посчитать в теории гравитации в пяти измерениях, что-то посчитать на границе в теории поля, например, вязкость, и эти две величины будут друг другу тождественно равны, хотя они будут означать разные вещи совершенно. Но более того, оказывается, что вот эта вот теория в пяти измерениях, когда она в слабо взаимодействующем режиме, то есть когда она практически свободная, когда я могу ей описывать теорию возмущений, она эквивалентна теории на границе в сильном режиме, то есть в непертурбативном, когда нельзя использовать теорию возмущений. И получается, вместо того, чтобы пытаться использовать теорию возмущений там, где ее нельзя использовать, то есть на границе, я могу перейти в пятимерное пространство, там что-то посчитать, в рамках теории размущений, и просто взять эту дуальность и увидеть то, что мне нужно. И так и сделали. Взяли, сюда посадили какую-то КХД-подобную теорию на границу, посмотрели, что будет внутри, посчитали ту самую величину, которая соответствует вязкости, получили вот такой результат в рамках этого АДС-КТП соответствия. Ну и видно, что он гораздо лучше объясняет, или гораздо ближе к экспериментальным результатам. И это касается такой метод, он работает не только для аквар-гульной плазмы, так можно вычислять какие-то эффекты, связанные со сверхпроводимостью. Сейчас ведутся работы, попытки объяснить при помощи такого вот соответствия высокую температуру сверхпроводимости, но хотя бы не объяснить, а посчитать что-то, не знаю, переходы, попытаться хотя бы предсказать, например, если интересуют какие-то совершенно прикладные вопросы, предсказать, какие свойства должны быть у вещества, чтобы оно переходило в сверхпроводящее состояние, например, при комнатной температуре. И вот люди пытаются построить такие вычисления и делать такие рассуждения в рамках вот такого вот подхода. То есть это совершенно утилитарный подход, но в рамках этого подхода, опять же, теория струн выступает не как теория частиц. Здесь мы не думаем, что реальная теория струн описывает стандартную модель. Если она выступает просто как математический инструмент, просто вот в рамках соответствия. Она нам говорит, что это соответствует этому, можно так посчитать. И третий пример, последний на сегодня, в котором все-таки теория струн выступает в роли теории всего, в роли теории частиц. А именно пример того, как в принципе можно описывать большой взрыв, какой смысл можно дать большого взрыва. Все мы знаем, что 15 миллиардов лет назад Вселенная родилась, из точки была эра расширения инфляционного, очень быстрого, и потом дальше она пошла расширяться по Фридману обычным образом, стандартным. И в это время рождались какие-то галактики и так далее. Вытекает вопрос, что такое большой взрыв, почему он произошел, что это за процесс такой был. Понятно, что это не динамит подложили под Вселенную, это что-то там какой-то процесс был, вообще даже не взрыв. Один из способов этот процесс описать состоит в следующем. Давайте опять вспомним, что теория струн живет в 10 измерениях, а теперь мы их не будем комплектифицировать. Мы скажем, что мы живем на такой трехмерной мембране. Вот 10 измерений у нас есть, и вот такая трехмерная мембрана, мы на ней живем, мы не можем с нее улететь. Кстати, гравитация может, это одно из объяснений, почему гравитация слабая. По всем процессу она сильная, а вот на этой мембране только она слабая. А мы вот не можем, мы сидим на этой мембране. Вот значит, мы сидим на этой мембране, и другая мембрана пусть будет очень тяжелая, что бы это ни значило, в каком-то смысле она тяжелая. Так как она тяжелая, она стоит на месте, она притягивает легкую мембрану, на которой мы все сидим, и в какой-то момент они соударяются, и отскакивают. И вот нужно каким-то образом увидеть, что вот этот момент соударения для той мембраны, на которой мы живем, для той физики, которая существует на этой мембране, очень похож на большой взрыв. То есть тоже инфляционное расширение, рождение каких-то галактических структур и подобные вещи. Можно там увидеть. И можно ожидать, в принципе, что она улетит на какое-то состояние, и за притяжением попытается вернуться обратно, и опять дальше будет туда-сюда ходить, ударяться, и такой вот циклический процесс. То есть в рамках этой модели большой взрыв — это соударение мембран. И всё. Что особенно интересно в этой модели, это то, что она фальсифицируема. В принципе, как у любая модели, на самом деле. Данный способ моделирования большого взрыва генерирует совершенно определенные характеристики микроволнового излучения. Вот недавно, сколько, два года назад, был эксперимент BICEP-2, который измерял поляризацию микроволнового фона нашей Вселенной, и что-то там намерил. Потом, правда, выяснилось, что неправильно интерпретировали результаты, но тем не менее, пока еще с момента, когда он намерил, и до того как выяснилось, что мы не так их понимаем, был очень такой период большого возбуждения людей, которые связаны с этой теорией, потому что те результаты, которые он намерил, ее полностью отменяли. Если интерпретировать этот эксперимент так, как его интерпретировали в начале, то такая модель полностью неправильна. Часто говорят, что теория струн нефальсифицируема. Это неправильно. В смысле, это правильно, да, она нефальсифицируема, просто потому что она не является моделью, потому что теория струн — это концепция. Это то же самое, что сказать, что теория поля нефальсифицируема. Да, есть общая теория поля, например, теория любого поля, векторного, скалярного, неважно, любого. Естественно, ее нельзя фальсифицировать, нельзя проверить на эксперименте просто теорию поля. Можно на эксперименте проверить квантовой электродинамику, то есть теорию электромагнитного поля. Можно проверить теорию глюонного поля на эксперименте. Это разные модели. Несмотря на то, что они обе называются теорией, надо отличать между моделями и теориями. И вот модели фальсифицируемы, а концепции нет. И вот эта штука, эта модель в рамках концепции теории струн. Вот эта модель фальсифицируема. И все остальные модели, которые в рамках теории струн появляются, они тоже все фальсифицируемы, естественно, потому что это наука. Ребята, иначе никак. Ну и давайте закончим таким вот слайдом, на котором я попробовал перечислить перспективные направления исследований, которые смог вспомнить. Например, наиболее горячая тема на сегодняшний момент это поиски темной материи. Это экспериментальные поиски темной материи или теоретическое их описание. Но так как теоретические модели гигантских количеств уже, то в основном люди сейчас сфокусируются именно на экспериментальных поисках. Из экспериментов уже понятно, из тех экспериментальных данных, которые у нас есть, это кривые галактик, кривые вращения галактик, столкновения галактических скоплений, гравитационное линзирование, какие-то столкновения шаровых скоплений. Я не знаю, огромное количество этих данных, и они нам точно уже говорят, что темная материя, практически 100% вероятность, должна быть какой-то частицей. Это набор каких-то частиц, слабо взаимодействующих, взаимодействующих только гравитационно. Это не изменение гравитации, это не, я не знаю, какое-то изменение закона Ньютона или еще что-то в этом духе. Это, скорее всего, это частицы. И вот вопрос, что это за частицы? И вот люди пытаются их найти, люди пытаются их найти в космических лучах при помощи разных нейтринных телескопов в частности, или Ice Cube, например, есть такой эксперимент на Южном полюсе, он там висит внизу в Антарктиде. Или рождают, пытаются частицы темной материи в ускорителе тоже. В общем, очень горячая такая тема. Другая тема, это сингулярность большого взрыва. Что она вообще собой представляла? Можно ли зайти за сингулярность? Есть люди, которые рассматривают модели, показанные здесь, что до большого взрыва, что большой взрыв, на самом деле не большой взрыв, а большой отскок. Силена была большая, сжалась и расширилась. Это как-то там влияет на наблюдение. И вот тоже люди изучают, как можно было бы это понять, является все-таки большим взрывом или большим отскоком. Дальше идет то, что мы уже обсуждали. Это черные дыры, информационный парадокс. Что такое энтропия черных дыр, и куда девается информация, если я буду кидать в черную дыру какие-то объекты. То есть если я возьму какое-то нагретое тело, кинул туда, оно пропало. То есть в нашем мире уменьшилась энтропия. Можно уменьшать энтропию при помощи бросания в черную дыру каких-то объектов, она потом испарилась и все. И я уменьшил энтропию. И вот как быть с такими процессами, люди пытаются разбираться. Ну и наконец такая гигантская проблема, которая стоит еще в 80-е годы. Как выбрать правильное шестимерное или семимерное для АМ-теории пространство, чтобы моделировать. Только сейчас уже задача стоит немножко более широко. Нам нужно одновременно смоделировать все массы и все взаимодействия. Смоделировать состав Вселенной, то есть чтобы там было ровно столько темной материи, сколько надо. И чтобы космологическая постоянная была примерно равна нулю. Чуть-чуть больше нуля, но практически равна нулю. И все это естественным образом. И это оказывается необычайно сложная задача, которую очень тяжело решить. Но люди работают. И я надеюсь, что кто-нибудь из вас тоже в какой-то момент примкнет к нам и попытается что-нибудь, как-нибудь продвинуть всю эту деятельность. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Аплодисменты.